И еще о международных отношениях Чувашии. В республике прошли торжества в честь 870-летия великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами Генжави. В праздники приняли участие деятели культуры и искусства Азербайджана, представители правительства, ученые, историки. Поэты Низами Генжави в Чувашии вспоминают не случайно. Современные азербайджанцы, как и Чуваши, принадлежат к тюркской группе. В древние времена предки Чувашии, волжские болгары и предки азербайджанцев, агузы, были соседями, жили в большой дружбе и согласии. Еще многие годы назад по инициативе народного писателя Чувашии Михаила Юхмы одна из улиц в Чебоксарах была названа именем великого азербайджанского поэта и величайшего мыслителя Низами Генжави. Появление улицы – дань истории и творческому наследию поэта. В 2004 году на улице Низами открыли памятник, а в 2010 состоялась презентация книги Низами Генжави, переведенной на чувашский язык писателем Михаилом Юхмой при поддержке Чувашского азербайджанского общества «Дружба и сотрудничество». Планируем в дальнейшем развивать отношения культурные, экономические, провести мероприятия совместные. Мы планируем, наверное, сегодня об этом поговорим, провести такой прямой эфир между Чувашией и Баку. То есть прямой эфир наверняка здесь будут люди искусства, там истории, наши соответствия, и в Баку тоже самое. И, наверное, думаю, что это сблизит наши народы, мы будем больше знать друг от друга. Низами жил и творил в Генже в 12 веке. Герои его пяти поэм – Хасроф и Ширин, Лейли и Минджун, Искендер – сегодня известны всему миру. Отметить 870-летие поэта и мыслителя посчитали за честь многие страны. Особо широко торжества прошли в Азербайджане, не менее пышно – в Индии. Памятника воздвигли в Риме. В России дань таланту поэта отдали Москва, Санкт-Петербург, Мурманск и Чебоксары. Мы с радостью узнали о такой инициативе, исходящей от регионального отделения Конгресса здесь, в Чебоксарах, по поводу мероприятий, посвященных юбилею Великого Низами. Мы всегда выступали за то, чтобы наши соотечественники были примерными гражданами Российской Федерации, делали все от них зависящее для того, чтобы осуществлялась здоровая интеграция российского общества. Но при всем при этом делалось все возможное для того, чтобы не забывался язык, не забывалась история, культура нашей страны. Сегодня в Чувашии проживают 1200 азербайджанцев. Созданы и действуют Чувашское отделение Всероссийского Азербайджанского Конгресса и Чебоксарское движение Чувашско-Азербайджанское общество дружбы и сотрудничества. Народ, представители которого даже в тысячи километров от родины, не забывают свою культуру и не перестают гордиться ею, достойны уважения. Низами Гендживе родился 870 лет назад, но и сегодня азербайджанцы помнят и чтят его имя. Именно поэтому на памятнике нет никаких дат. Низами всегда в памяти народа, а потому бессмертен.